Прямая линия, назовите, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Светлана, у меня вопрос с Наталья Владимировна, можно? Да, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я слышала, что вы с ним приехали для того, чтобы набирать актеров на свой курс. Хотела бы объяснить, а почему вы с ней приехали, и именно паренский актер, именно наш город, или вы из других страны отправлялись искать таланты, можно узнать? Ну, не лично я набираю курс, это совместный проект Фонда развития кино и культуры и МИТРа Московского института телевидения и радиовещания. И, значит, курс набираем, вот, как художественные руководители курса и художественные руководители проекта, значит, я и Владимир Горянский, украинский замечательный артист. Почему на Украине? Потому что вот решили, что здесь такие талантливые, красивые, молодые люди, которым будет интересно получиться в Москве. Здорово. Спасибо. Спасибо большое. Всего вам доброго. Спасибо. Вопросы в читателей я буду еще раздавлять вопросами, которые прошли на сайте. Да, хорошо. Некий Джа интересуется. Какой ваш любимый фильм? Вообще? Или с моим участием? Наверное, вообще. Полет над гнездом кукушки с Николсоном, главный ролик. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Алло, здравствуйте, спрашивайте. Здравствуйте. Наталья Владимировна, я хотела задать такой вопрос. В первую очередь хочу, конечно, сказать, что вас очень любят на Украине. Спасибо. Наверное, самая известная роль ваша можно назвать роль спортсменки, комсомолки просто красавицы. Скажите, пожалуйста, вас не раздражает, не надоело вам это определение? Может, он со мной хотелось бы ассоциироваться с какой-то другой ролью в кино или в театре? Ну, как вам сказать? Сказать, что совсем не надоело, сказать неправду. Но, с другой стороны, так сложилась моя жизнь. Ну, вот такая у меня судьба. Сколько бы я ни снималась, сколько бы я ни играла в театре, чем бы я ни занималась, дубляжом или поэзией, тем не менее, для большинства зрителей я все равно Нина из Кавказской пленницы. Ну, так сложилось. Поэтому, с одной стороны, всегда хочется поговорить о чем-то другом, а с другой стороны, никогда не получается эту тему обойти. А если бы у вас был выбор, какую бы роль вы предпочли, с какой ролью ассоциироваться? Ну, вы знаете, сейчас уже многие роли остались позади. Я считаю, что мечты, они должны оставаться мечтами, а если эти мечты уже не реализованы, а что об этом говорить? Ясно. Спасибо вам большое за ответ. Всего хорошего. Спасибо. Еще вопрос наше читателя. Как вам Киев успели ли его осмотреть? Сегодня? Сегодня нет. С поезда сразу, в общем, в работу, и отсюда я практически на поезд. Но я в Киеве не первый раз, и, надеюсь, не последний, а буду приезжать сюда часто. И буду стараться, чтобы был какой-нибудь день в запасе, чтобы можно было погулять, съездить в Лавру, походить по городу. Потому что город удивительный. Добрый день. Прямая линия, назовите и спрашивайте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я из города Киева. Наталья Владимировна, у меня к вам такой вопрос. Какие вам бы хотели видеть отношения Украины с Россией? Считаете ли вы, что наши вот два народа действительно братские? И вот мы в будущем именно в той черности между собой. Спасибо большое. Ну, я не знаю. Я считаю, что это вообще, вообще это один народ. Украина, Россия, Белоруссия. Поэтому, во всяком случае, да нет, но это должно, мне кажется, отношения должны быть не просто брат, не дружескими, а родственными. Ну, как бы так и делать сейчас. Хочется надеяться. Да, спасибо вам большое. Удачи в поисках успеха. Спасибо, спасибо. Следующий вопрос. Наталья, с кем из Украинской приеды театралов и киношников вы поддерживаете отношения? Я не люблю слово киношники, я люблю слово кинематографисты. Ну, у меня много знакомых, Рая Недашковская, таких близких по духу, Нина Ильина, которая долгое время была президентом актерской гильдии, по-моему, она президентом сейчас, да, если я не ошибаюсь. Ну, вот сейчас судьба свела с Володей Горянским, и надеюсь, нам предстоит долго и плодотворно работать. Я в нескольких фильмах снималась, когда-то, ну, когда еще был Советский Союз, снималась на студии Довженко в нескольких картинах. Много замечательных артистов, Ирина Бунина, вот, мы с ней снимались. Мой младший сын работал вместе со ступками, с династией. Добрый день, прямая линия, назовитесь, пожалуйста, и задавайте вопрос. Добрый день, меня зовут Александр. Приятно, что представить такая возможность человек приедет, задать вопрос на Таня и Владимир Горянским. Это просто такова. Насколько мне интересно, вы начали свою карьеру, артисты ответственные на Бульваре. И поэтому, какие ваши отношения к сверху, и не встречаетесь ли вы сегодня сегодня? Понятно. Ну, вот сразу есть, сразу так чувствуется, что вы сначала заглянули в интернет, потому что я не была артисткой цирка на Цветном Бульваре. Не было такого понятия артист цирка на Цветном Бульваре. Я окончила цирковое училище и была артисткой цирка. И была такая система Союз Госцирк, которая направляла в разные концы земного шара на гастроли. Сейчас есть артисты, которые именуются труппой на Цветном Бульваре, или там труппой цирка на Вернадского. Но я была вот артисткой Союз Госцирка. По цирку сейчас уже, конечно, не так болезненно скучаю. Первое время, когда я ушла из цирка, я, конечно, тосковала. А сейчас я люблю ходить в цирк. У меня много друзей цирковых. И по сей день. Не жалеете, что наши заниматели занимаются... Ну, это же то, что я заниматок для них. Ну, вы понимаете, так повернулась моя дорога. Тут я... Это не от меня, наверное, зависело. Вот так сложилось. А раз так сложилось, значит так. Так и надо. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Следующий вопрос от Максима. Где сложнее играть? В театре или в кино? Ну, это вопрос такой риторический. И там сложно и в театре играть, сложно играть и в кино. Бывает творческий процесс радостным и в театре, бывает радостным в кино и наоборот безрадостным. Все зависит от того, с кем ты работаешь, кто режиссер, какой драматургический материал, насколько совместимая подобралась группа, которая работает над фильмом или спектаклем. Потому что, ну, в кино есть возможность, если не сложилось, то фильм закончился и расстались. А если ты работаешь в стационарном театре, то все равно ты живешь в этом коллективе и работаешь с этой труппой. Я 10 лет работала в труппе театра Станиславского, но потом я ушла. Сейчас я играю, если я играю в спектакли, я играю в «Энтерприз». У нас вопросик. Добрый день. Прямая линия. Нажавитесь, пожалуйста, давайте вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я Евгений Сальвова. Я бы хотел бы заинтересоваться. Я расскажу, он сейчас пока не знаю, в моем канале. У меня такой вопрос. Я простой смертный рабочий, но интересуюсь кином и все, что связано на них. Могу ли я так простой смертный, но хотя я не так и не умею, но постепенности отражаю, чтобы научиться чему-то. Хотя время у меня уже 5 лет. Ну вот, знаете, как раз сегодня на пресс-конференции шел разговор о том, что когда мы будем убирать студентов, ограничений в возрасте не будет. Если есть талант, то почему же вам не попробовать себя? Попробуйте. Я не сообщил, я владею талантом, но хотя... Нет, ну как талантом не владеть нужно. Этот талант, он либо есть, либо его нет. А вы не владеете профессией. Ну попробуйте, попробуйте. А набор когда будет? Ну, набор уже, я думаю, что вот в конце этого месяца уже начинается. Ну, начинается, да? А вы из какого города, простите? Из Львова. А, из Львова? Да. Да, конечно, да. Ну, я думаю, что, наверное, нужно войти в интернет, точно узнать расписание, сроки и так далее. А какое это заведение, где набираются? Что, как? Как заведение? Ну, как заведение. Инвеститет, наверное, какой? Это при Митро, Московский институт телевидения и радиовещания. В Киеве, да? Нет, это Московский институт. Да, да. А в Киеве, в Киеве, в Киеве? Набор будет, набираться будут студенты в Киеве. А учиться будут в Москве. Хорошо, а набираться где ее набор? Какое учреждение? То есть это филиар Митро или в Киеве? Ну, я думаю, что... Я думаю, что отбор, прослушивание, просмотр будет на базе студии Довженко. Да, 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 да. Номер телефона... Вы можете позвонить по телефону 230. Ну, ееточку я запишу. Записывайте. Давайте. 230. Еще раз. 230. Нет, 230. 35. 35. 35. Код 044. Да. Спасибо за вопрос, всего доброго. Удачи. Мне понравилось, если вы не пропасли, одну минуту. Одну минуту я записываю, да. Света спрашивает. Наталья, наверное, вы работали с разными режиссерами. Работали с разными режиссерами. Какой из них ваш любимый? Ну, мне сложно сказать, кто из режиссеров мой любимый. Я думаю, что, опять-таки, возвращаясь к исторической кавказской пленнице, я думаю, что судьбу мою сделал, конечно, Гайтер. Я снималась у него потом еще в «Двенадцати стульях». Я озвучивала его американскую героиню в фильме «На деревасовской хорошей погоде на Бреттенвич. Опять идут дожди». И я думаю, что если бы Леонид Ович вот так вот безвременно не ушел из жизни, наверное, был бы еще фильм с моим участием. Потому что он планировал снять фильм, чтобы в главных ролях играли Дима Харатьян и я.